Привет, интернет! Русский север увлекает, не правда ли? После очередной поездки в Вологодскую область я задумался. А почему я никогда не видел лосей? Встретить лося на дороге это конечно страшное дело и я никому этого не желаю. Но они здесь повсюду. На знаках, указателях, даже старом советском гербе самой Вологды. Животные являются символом этих мест и именно ему я и хочу посвятить этот выпуск. А для встречи с сахатами мы отправимся в Костромскую область. Добраться до лосей фермы нетрудно. Держим путь из Костромы, минуя Волжский мост. Двигаемся по Кенишемскому и Красносельскому шоссе. Далее к Семенково, а загридено будет поворот направо до деревни Сумарокова. Человек с давних пор стремился приручить лося и сделать из него домашнее животное. В лосе человека привлекали приспосабливаемость к различным климатическим условиям, уникальная способность использовать разнообразную древесную и кустарниковую растительность, а также травянистые корма. Инициатором одомашнивания лося в нашей стране является Петр Александрович Матейфельд. На основании проведенного им в 1933 году опыта с восьмью лосятами в московском зоопарке, он приходит к заключению, что приручение и последующее одомашнивание лося вполне возможно. Но в условиях зоопарка есть ряд труднопреодолимых препятствий, поэтому он предложил перенести опыта в естественные условия, где воспитание здоровых лосей не сравненно проще, чем в городских зоопарках. В 1934 году комитет по заповедникам при президиуме в ЦИК принимает решение об организации лосиных питомников в заповедниках. Используя опыт Печора-Илочского государственного заповедника при Костромской государственной сельскохозяйственной опытной станции у деревни Сумарокова на общей площади около 200 гектар, была создана сумароковская лосиная ферма. Лоси-ферма начала заниматься одомашниванием лосей с 1963 года. Первые молодые лоси поступили из Нерехтского, Красносельского, Чухломского, Сусанинского и других районов Костромской области, которых брали из природной среды. В мае 1970 года на ферме родился первый лосенок. Туристический сезон на лосиной ферме открыт круглый год. В глубокоснежный период лоси содержатся на зимней делянке в лесу, а с апреля всех животных переводят в летний лагерь. Приезжающим на ферму туристам предлагается не только сфотографироваться с лосями, но и покормить их, приобрести сувениры и попробовать лосиного молока с мая по сентябрь. Как экскаватор. У всех жвачных нет верхних передних зубов. Жвачный тел полупорно-копытный. Они сначала едят, потом они ложатся. Опять вот так, что они осуществили, и они в поле часа на поле. Мы можем покормить это по максимуму 30 лосей. Поэтому у нас рождается каждый год 20, чем у лося. Мы их продаем в заказнике-заповеднике зоны инфарктов, оставляющих весь ряд одного мальчика, трех-четырех девочек. Мальчиков удерживают под 200-й годового возраста, чтобы он еще не почувствовал свои силы. Наша ложь отличается тем, что они возберны людьми. Поэтому они не боятся людей и принимают их за своих. Раз мамка человек, люди похожи на мамку, значит свои. Да корми, а потом подберешь. Давайте я поделаю. Ой, что божечки. Конкуренция идет. Сейчас пупим взрослого животного до 2 метров. Кто тут еще трясет? Самцы до 600. Ну, му-му-му хранила. Как ты? Гляди, какие зубки. драка драк обида обида бежать она победила в 1987 году состав лосефермы переданы угодья гослесфонда общей площадью 3224 гектара и организован мастерский лесоучасток при этом расширена территория заказника регионального значения которая составила около 36 тысяч гектара в 1990 году организован лосиный комплекс в составе подразделений опытная лосеферма лосиный заказник и лесоучасток в 1991 году спецохот хозяйства было упразднено и закрыта всякая охота на территории лосиного комплекса в результате исследований разработаны технология выращивания молодняка и содержание взрослых животных машинного доения лосих метод консервации лосиного молока с замораживанием и длительного его хранения в жидком азоте получен ценный материал по биологии лося разработаны и используется система радио-мечения и пеленгации о домашних лосей по передатчику почему же лоси выходят на дорогу лоси выходят на дорогу круглый год сразу по нескольким причинам во первых это гон когда инстинкт скружил сахатому голову притупив чувство страха во вторых автомобильные магистрали часто пересекают пути миграции животных рассекая лесные угодья на куски третий и самый распространенный повод выйти на дорогу это зимний реагент с помощью которого дорожники пытаются побороть лед все эти реагенты содержат соль которая лосям жизненно необходимо как себя вести в таких случаях я не знаю если честно ни разу не попадались к счастью но что точно не следует делать так это сигналить моргать фарами и ускоряться сумароковская лосиная ферма является единственным местом где получают лосиное молоко на протяжении почти 25 лет молоком успешно лечатся многие заболевания желудочно-кишечного тракта и иммунной системы лосиное молоко обладает чрезвычайно высокой биохимической активностью в 2009 году была проведена работа по получению нормативной документации и получен сертификат на лосиное молоко туристам приезжающим на лоси ферму предлагается попробовать молоко с июня по сентябрь это единственный продукт повышенной биологической ценности с разнообразными механизмами лечебного действия применяется для лечения язвы желудка и 12-перстной кишки при лучевых поражениях для профилактики цитостатического дисбактериоза и при лечении больных лимфогранулематозом наши имена это я н и в буквы другие привезены из дикой природы ашки кто алекс и августа это из лосиное молоко сохраняется длительное время в замороженном виде при температуре жидкого азота без потери лечебных свойств обладает специфическими вкусовыми качествами и не вызывает аллергических реакций рекомендуется принимать цельное лосиное молоко без кипячения по 150 200 миллилитров четыре раза в день за 20-30 минут до еды в подогретом до комнатной температуре виде хранение возможно в бытовой морозилке до 6 месяцев замороженное молоко сохраняет все свойства свежего а размораживать следует непосредственно перед употреблением в эмалированной посуде при комнатной температуре всегда надо возвращаться во все это вот рисуночек ставьте сюда по стрелочку с огоньками отлично нажимайте на кнопку волшебную заготовка упала теперь берите руль и поворачивайте присаживайте управляете большим автомобилем разом не надо повернуть направо поворачивайте направо поворачивайте поворачивайте смело поворачивайте здесь как действительно украсть гидроусилителя все по-настоящему отлично расправились то что получилось доставайте отлично давайте мне и вот отсюда вот с таким же рисунком выбирайте какой да сам понравится такой я вам достану ну да вот он хорошо пожалуйста прекрасного дня отличного настроения прекрасных ярких впечатлений в современном мире стало понятно что лосиная ферма это не только уникальный и единственный в мире научно-исследовательский объект но еще и интереснейший объект для туризма сейчас когда новое поколение все чаще изучает животных по книгам и интернету ну или в лучшем случае видит их в зоопарке становится особенно важным непосредственное общение человека с природой видеть в естественной среде общение в непосредственной близости с дикими животными делает лоси ферму еще более значимым объектом для такого туризма люди охотно приезжают на лосиную ферму и во второй и в третий раз вдоволь наобщавшись с лосиками и природой мы вернулись кострому и остановились на ночлег в парк отеле бериндеевка это современный комплекс отдыха и развлечений находящийся в экологически чистом районе костромы этот парк ставший со временем лесом в городе как нельзя лучше подходит для здорового отдыха крепкого сна и хорошего аппетита сосны и ели наполняют воздух парка ароматом хвоей и свежестью дома оборудованы современными удобствами и оснащены необходимой техникой наш простенький номер устроил меня полностью вот только не удалось подключиться к вай-фаю проблема возникла с авторизацией при первом подключении нужно было не только ввести логин и пароль но и позвонить на номер чтобы получить код подтверждения однако этот телефон был в режиме абонент не абонент я не стал жаловаться одну ночь можно провести со своим мобильным интернетом но если вы столкнетесь с подобной проблемой позвоните на ресепшн и вам обязательно помогут мобильным интернетом и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это кот Степан На ресепшене можно пополнить его копилку и оставить денежку на корм Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Оборудованными местами для рыбной ловли, катание на лошадях, прогулки по парку и развлечения на воде Важной особенностью парка является его доступность. Погулять можно везде, даже если ты не являешься посетителем отеля Здесь же проводятся летние и зимние народные гуляния, например, масленица. Солнце, изображенное на сцене, как раз о ней и напоминает Буквально напротив в Берендеевке находится Костромской зоопарк и именно туда мы и отправимся далее Субтитры создавал DimaTorzok 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 Общая площадь Костромского зоопарка составляет 8,4 гектар и на осмотр животных у меня ушло порядка двух часов Территория зоопарка представляет собой чередование вольеров с животными и открытых прогулочных пространств Коллекция животных постоянно пополняется В настоящее время количество питомцев насчитывает 33 вида и 135 единиц животных Буквально за день до моего приезда появился новый питомец, это черный ягуар Он был приобретен в зоопарке города Липецка Малышу всего 4,5 месяца, наверное поэтому мне и не удалось его увидеть А зовут его кстати Сантос в честь бразильского футбольного клуба Черный ягуар является уникальным, поскольку окрас обусловлен генетической мутацией Таких ягуаров называют черными пантерами Получивший прописку в Костроме Сантос станет другом для двухлетней питомицы зоопарка Самбы Ягуара с пятнистым окрасом А вот ее мне удалось увидеть Многие животные, обитающие в вольерах зоопарка, хорошо знакомы среднестатистическому посетителю Издалека здесь можно понаблюдать за крупными хищниками семейства кошачьих Это лев, пума или рысь Познакомиться с образом жизни и повадками парнокопытных млекопитающих Морала, пятнистого оленя, одомашней горной альпаки, голубого барана, косматого яка, дикого кабана и целого верблюжьего семейства В зоопарке содержатся и животные средней полосы, и представители заморской экзотики Дикий волк, лисы, бурый медведь, европейская норка, енотовидная собака, белка, африканский страус, лебеди, индюк, фазаны, соболь, полярная сова и пышнохвостый разноцветный павлин Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Повсюду снуют кролики и администрация зоопарка просит их не обижать и не ловить Будьте внимательны Несмотря на то, что в условиях зоопарка люди и животные находятся друг от друга довольно близко Специалисты зоологического парка не рекомендуют кормить и гладить животных Какими бы они милыми не казались с виду, хищник всегда остается хищником и вместе с протянутым угощением может прихватить руку посетителя Кроме того, пища, которую принимает организм человека, далеко не всегда полезна зверю или птице Животные зоопарка получают все необходимые корма Их рацион составлен из продуктов, полезных конкретному виду Вредными для здоровья животных считаются все человеческие вкусняшки Это чипсы, семечки, орехи, выпечка, все виды сладостей, а также сосиски и любая другая еда из буфета Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Продолжение следует... 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 И в путь!